Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать! На этот раз я решил сделать видеообведение к своей статье. Давненько я уже не писал каких-либо видеообведений и никакого интро не делал. На этот раз я решил сделать такой достаточно большой жест. Это опубликовать одну из глав своей новой книги. О книге вы, наверное, слышали уже. Достаточно хорошо помните, что я пишу книжку по освещенному V-Ray. На этот раз я решил сделать публикацию о нескольких разделах книги. В частности, сегодня я публикую первую главу книги, которая посвящена цвету и свету в компьютерной графике. Точнее, цвету, управлению цветом. И она охватывает практически все аспекты работы с инструментами AutodeskMine для настройки цвета, преобразования цветовых пространств. И мы поговорим в этом разделе именно о том, как взаимодействует цвет, как он передается из одного раздела приложения в другое приложение, какие инструменты применяются, и в многих других аспектах работы. Мы рассматриваем здесь Maya, Photoshop, Nuke, DaVinci Resolve и системные настройки в таких операционных системах, как Windows, MacOS и Linux. А в самой книге, конечно, данная глава будет немножечко более расширена, особенно в самом конце. Но так как тема, на самом деле, очень широкая и охватывает большие разделы и диапазоны, то, соответственно, я решил ее публиковать. Я об этих темах уже много рассказывал на конференциях, на Autodesk University, на CJEvent в предыдущие годы и решил на одну из самых сложных глав, которые требуют очень большого внимания и понимания многих аспектов математических, записать и подготовить в виде статьи и публикации на рендеру. Я не думаю, что это будет плохо, а наоборот, как раз таки позволит вам лучше понять, как работает Autodesk Maya с цветовыми моделями, потому что Maya достаточно мощный инструментарий для работы правильно с цветовыми пространствами и их преобразования из одного своего пространства в другое цветов. Соответственно, рад вас приветствовать в первой главе моей книги. Читайте, изучайте, применяйте на практике и в работе. До скорой встречи! Ваш TeamSend3D. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...